Песни ангелов. В Донецке представили маленькую торжественную мессу Рассини. Музыкальных красок добавил в известное произведение итальянский маэстро. К ангельскому исполнению прислушивалась Анастасия Певная. Маленькая торжественная месса Рассини со сцены Донецкой оперы звучит не впервые. Однако сегодня музыкантами руководит итальянский дирижер. Даниэл Аджиман – знаток творчества композитора. На родине он возглавляет оркестр имени Рассини. Маэстро отмечает, украинцы смогли почувствовать произведение и исполняют его почти идеально. Работа сделана великолепно. Рассини требует много легкости, много чувственности, полное ощущение стиля композитора. Поэтому для меня было большим удивлением, что в Донецке это все почувствовали и услышали. Даниэл Аджиман исполняет маленькую торжественную мессу уже почти четверть века. Музыканты отмечают, итальянец открыл для них произведение заново. Нюансы в смысле штрихов. Все должно быть мягче. Немножко сделал свою фразировку. Потому что, допустим, украинские исполнители ее чувствуют по-своему, итальянцы по-своему. Поэтому есть разница, я думаю, зритель услышит. Партитуру произведения привезла из Вены солистка Людмила Шемчук. Отыскать ее было непросто, ведь оркестры исполняют произведение нечасто. Артистка уверяет, дончане понимали дирижера без переводчика, а ведь общались с музыкантами терминами, а они на итальянском. Он очень детально, он знает все-все абсолютно законы мессы. И каждый такт он объяснял, и очень много работал и с хором, и с оркестром. Великолепный дирижер. Послушать маленькую торжественную мессу приехали супруга президента Людмила Янукович и посол Италии Фабрицио Романо. Дипломат признается, шедевр России не под руководством Аджимана услышал Донецкий впервые. У вас очень хорошая традиция в сфере культуры и в сфере музыки. И я горжусь, что сегодня дирижер, наш итальянец, маэстро Даниэль Аджиман. Посол Италии пообещал, культурное сотрудничество между странами не ограничится мессой России. В ближайшем будущем зрители увидят и другие совместные проекты. Анастасия Певна, Евгений Акунин, телеканал ДНР.